АЛЕКСАДРА ПОЛИЦИИ Александр Порисович, приветствую вас Спасибо, Вячеслав Васильевич Ну, так шикарно представили Поэтому авансы отработают, шутка Ребят, что я, для чего сюда приехал В первую очередь, конечно, ответить на ваши вопросы Если такие будут, а я уверен, что будут Потому что у каждого уже что-то летает в голове своей А кем быть, как, достичь какой-то мечты сокровенной Какими путями к ней подойти И я вам, возможно, кому-то из вас подскажу Как надо действовать Потому что я через это сам прошел И у меня есть некий алгоритм, который работает безотказно И сколько я пытался об этом рассказывать другим людям Многие потом мне звонили и писали, и говорили Мы пошли по вашему пути, и у нас все получилось Для меня это самое главное в жизни Кому-то отдать Понимаете, вот когда один говорит, другой слушает Всегда выигрывает тот, кто слушает Потому что он получает информацию И она ему помогает жить Самое главное качество человека Вот такое вот, если говорить об интеллигентности Умение слушать Люди, которые не умеют слушать Передевают Пытаются быстренько показать свое «я» Это самое неприятное качество человека Сразу хочу вам сказать, что Главный секрет хорошего руководителя А вы в будущем многие будете руководить Это говорит слово не я, а мы Мы команда Начиная от уборщицы и кончая собой Которая уже возглавляет всю эту команду Вот если вы будете Запомните мои слова Вам не будет мешать Не то чтобы продвижение по вашей какой-то лестнице К вашей мечте К вашим высотам Вам не будет мешать вот это я, которое Еще раз Прямо акцентирую внимание Которое в людях формирует Да, он хороший человек Но он не скромный человек И он забывает о других людях Которые сделали его Его сделали Вот запомните Вот я вот не зря это вначале говорю С своего выступления Чтобы не наткнуться на эти самые ужасные грабли жизни Которые бьют потихоньку И человек не замечает Он ослеплен вот этой славой Своим величием И все время Я такой Я такой С помощью кого он стал таким Он не говорит Это самое страшное Что вы можете в жизни сделать После предательства Конечно Есть предательство А есть вот это Запомнили, да? Мою мысль Ну и теперь смотрите Я немного расскажу Свою биографию И построим нашу лекцию Очень просто так Не легче встречи Мне кажется Это встречи После того как я расскажу Биографию своей У вас возникнут вопросы Однозначно возникнут И вот пожалуйста На все самые неудобные ваши вопросы Я отвечу Неудобные, кстати, вопросы не бывают Бывают Некорректные ответы Поэтому Если что-то не так пойдет Так это моя вина А не ваша Поэтому не стесняйтесь Все что у вас есть внутри Больше такой возможности не будет Во всяком случае со мной Ну в этом году Скажем так Ну что Можно да Немного рассказать о себе Вот когда я был Пацаном А это было 66 год Когда мне исполнилось 6 лет Я пошел в первый класс Мне сейчас По возрасту 63 года Это Как бы Календарный В душе Я вам опять скажу И вы не подумайте Что я вас обманываю В душе я где-то 16-17 летний пацан И это самый Вот третий пункт Которому я Стараюсь соответствовать Что это такое Это невысокие слова Вот вы Вникнете сейчас Человек по жизни Начинает По мере того Как он идет В какой-то карьере своей Проходят годы Он постепенно В зависимости от ситуации Вынужден надевать на себя Какие-то маски Ну это Не от этого Вы никуда не уйдете Мы все актеры По большому счету В этой жизни И вот эти маски Закрывают постепенно Твое истинное Внутреннее состояние И вот тот человек Который Шаг за шагом Их надевает Он забывает Постепенно Своё внутреннее лицо Своё внутреннее я Вот это Запомните пожалуйста Вот надо Быть все-таки Самим собой Быть самим собой У меня даже Стихотворение Одно время написал На эту тему Сейчас коротко скажу И этим все объясняю Путь звезды не изменить Жизнь повторно не прожить Всех чашу счастья не испить Горечь боли не сластить Всех добром не одарить Водки все не перепить Перед Богом грех не скрыть Кровь чужую срок не смыть На луну как волк не взбыть Гениальность не добыть Фразу быть или не быть Заново не сочинить Что же осталось нам с тобой? Быть всегда самим Вот пожалуйста В жизни будьте самим собой Да в работе вам придется Как-то где-то может быть Что-то приодеть Для того чтобы Сохранить там Субординацию И т.д. и т.п. Может быть Для того чтобы руководить людьми Надо немного Быть Немного Немного другим Но Пожалуйста Не зарывайте свои внутренние Останьтесь ребенком Останьтесь Детство закончится И это самое И вы поймете Через какое-то время Что это самое Лучшее время было В жизни И вот тот человек Который сохранил себе ребенка Он сохранил что? Мечту Которая у вас Созрела в детстве Я не знаю Какая у вас мечта Кто-то хочет быть Летчиком Космонавтом Ученым Доктором Не важно Ну вот эту мечту Не предавайте Она самая сокровенная И самая правильная Понимаете? Конечно в жизни возникнет Много очень горизонтов Хочется и это попробовать И это Но это уже Не главные стержни мечты Это хобби Которое Просто разукрашивает Нашу жизнь И у меня Главная мечта была Здесь Когда я был в возрасте Шести уже лет Это самолет Я лепил их с пластилина Делал парашютики Бросал С сараев Даже с котом Один раз сбросили Сбросил Ужас Думаю Бедный кот Что же он пережил Но я тогда об этом не думал Но он остался жить Приземлился на четыре лапы Все нормально Вот Но я уже тогда мечтал Прыгать с парашютом И летать На этом самолете Все игры Детские Были под прицелом Я летчик истребитель Все Вырезки бумаги Фильмы Как сейчас помню Я не знаю Ребята Вот посмотрите фильм Я знаю Что очень много Красивых сейчас фильмов Эти экшен Боевики Посмотрите фильм Последний дюйм По рассказу писателя Английского обзора Посмотрите Как там пацан Спас Своего отца Взяв управление Самолетом Когда тот был Истерзан акулами И приземлил Самолет Сам И это реальная История Понимаете Это реально Это прототипы есть На вот этих героев Посмотрите На что способен Оказывается человек В вашем возрасте И вот я Мечтал стать Авиатом Но Так получилось Что я закончил школу Закончил школу Я с одной четверкой По страну Такое бывает Занимались Сейчас Федерацией Государственной России Что делать И у меня возник Сразу мысль Ну конечно Вы скажете Летный училищ Правильно Я думаю Позвучить И вы знаете Вот тут я сделал Первую в своей жизни Ошибку Ошибку Которую Всем тоже Рассказываю Мне показалось Что я не пройду По здоровью Какое-то Внутреннее Мое состояние Что в результате В результате Я себе Закрываю Тему Стать летчиком Но я не хочу Уйти далеко От авиации И ухожу Учиться В Уфимский Авиационный Институт Все-таки Не уйти далеко От своей Главной мечты Начинаю Учиться В институте И вот тут Происходит Ну просто Ужасная Картина На третьем Курсе Института Я понимаю Что я выбрал Как бы не ту профессию Мне кажется Что я Думал Буду близко К самолетам А мне Оказывается Нужны Чертежи Завод Цеха Станки Металлорейши Куда я зашел Зачем Я потерял Столько времени И Встретил я Тогда в жизни Одного хорошего человека Не обязательно Говорить его фамилию И он мне говорит Слушай Если ты Какой-то цель Двигаешься Пожалуйста Вот Заканчивай Хотя бы Какой-то этап Который ты начал Ни в коем случае Не метайся Влево Право И прочее Я его послушаю Закончил Буду Вот теперь Послушайте Меня Внимание Если у вас В жизни Такая будет Ситуация Что вы Почувствуете Что вы Делаете Что-то Не то Ну Некоторые Решительные Начинают Сразу Все Бросают Институт И пойду Туда Потом У него Там кто-то Поиск У этих Не получает В итоге Высшего Образования И начинает Работать Там Я не знаю По какой-то Профессии Или заниматься Предпринимательством Вот чтобы Такого не получилось Я вас предостерегаю Вы пожалуйста Воспринимайте Институт Вуз А в котором Вы все будете Учить Я в этом Даже Не сомневаюсь Воспринимайте Как Формирование Мозга А не получение Информации Которая вам Ну Так сказать Для профессии Вашей Вуз Учит Мыслить Самостоятельно Школа Этого еще До конца Сделать Не может Только Институт Заставляет Самостоятельно Работать И он Вас вооружает Методикой По разным Путям Потом Самостоятельно Получать Профессию Не для Хвостоства Скажу У меня В трудовой Книжке Написано Где-то Около 18 Профессий Которые Я использую Причем На профессиональном Музе И они Разные Все Электроника Системное Программирование Потом Ну что там Авиация Далее Значит Естественно Инженерный Мой диплом Радио Телевидение И много 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 Там у меня Написано Всяких Надписей Это благодаря Чему Вы думаете То что Я Если бы Не закончил Вуз Этого Сделал Ни за что Я Я Сейчас Сто Процентов Уверен Если бы Не получил Я Базового Образования В нашем УАИ Мне Этого Часть Этого Большую Часть Точно Было Достижить Поэтому Я вам Просто Рекомендую Не Не бросайте Делайте Делайте Это Этапом По достижению Цель Завершите И тогда Вы получите Базу Знаний Которые Открывают Вам Множество Дорог Смотрите Что происходит Когда человек Идет в цели Он преодолевает Препятствия Как бы Лезет в гору Потом Начинается Период Когда он Идет Как бы Горизонтально Когда ему Становится Неуютно По достижению К этой цели Все однообразно Зачем Время уходит И На финише Если он Не достигает Цели Это Прямая Резко Уходит Вмест Который Ведет К депрессии А депрессия Это состояние Ужасное Для человеческого Организма Если Вы достигаете Цели У вас Получается Мощный Импульс Движения К следующей Цели Запомните Вот этот График Пожалуйста Много Уманиров Ладно Так вот И вот Закончил Институт У меня Проявился В мозге Вот уровень знаний В моем мозгу Уровень знаний Который мне помог Оттолкнувшись От него Начинать Выбирать Происходство И вот Тут опять таки Бывают Жизнь Такие ситуации Ну представьте Я служил В советской армии Офицером Военно-воздушных сил В конце Моей службы Я начал Прыгать С парашютом И мне Командир полка В будущем Он был Начальником Летного училища Юрий Григорьевич Поренбург Советовал Саня Оставайся У нас В полку Мы тебе Даем Летную должность У нас есть Ту-134 Военный вариант Обучаем тебя И ты Инженером Не летчиком А инженером Бортовым инженером Летаешь В этом корабле Тебе идет Год за два И прочее Я согласился Ну это же моя мечта Летать Представляете Ту-134 Поехал в Оренбург Прошел Летную комиссию За секунду Ни одного замечания Я тогда подумал Как же я в школе Тогда Этого не сделал Вот Возвращаясь К ошибке Оказывается Ну не надо бояться Этот шаг делать Никогда Итак Илья В армии Встречает Приезжает В отпуск Девушка Которую я влюбился Она сугубо Гражданский человек И она Конечно В виде Вот эту обстановку В армии А тогда уже Сталась такая Не совсем приятная Обстановка И вот это Жить в военном городке Там Аэродром Тяжело Для девушки Которая Привыкла жить В мегаполисе И я Естественно Из чувствов любви Принимая решение В армии Не оставаться Не оставаться Несмотря на все перспективы Возвращаюсь Семья Двое детей И начинаю работать В профтехучилище Просто мастером Производственного училища А вот дальше УАИ мне Что поможет Мастер Преподаватель Зам. директора училища Сполняющий обязанности Директора училища Контингент Полторы тысячи человек Потом Резко бросаю Ухожу на завод Там Инженер По ремонту Станков С ЧПУ Потом Ухожу в компьютерную фирму Электроник Ведущий систем Системный программист Банки Далее Наконец Дохожу до пика Представляет меня Должность Начальника Отдела информационных Технологий АСУ Автоматизированной Системой управления Крупной организации Башки Энерго Энерго Ремонт Представить Все Карьера сложилась Ребята Зарплата Семья Все вроде бы Профессия неплохая Но вот внутри Не дает Вот эта авиация Вот ничего Ну рвется И творчество Тогда начал уже Писать песни Что же делать И В такой момент Когда можно было Наслаждаться жизнью Получать дивиденды Бросают Вот тут я меняю решение И ухожу На радио Услышав Объявление О том что там Организуется конкурс Вокалистов На запись Первого Пластинки Компакт-диска В республике Башкортостан Я прихожу на кастинг И прохожу его И записываю В этот альбом Три песни С моим голосом Но они мои песни И мне показалось Что я должен Опять вернуться В музыку Которая с детства Там По моей жизни Плачать музыкантей Школы Небольшая Это была По классу Потом меня Потом меня выгнали За плохое поведение Оттуда Ну я продолжил Самолучкой Наш композитор Рим Махмутович Касанов Показал мне Первые аккордные Гитары Все с этого Началось И я ухожу На радио Прихожу на радио И вот посмотрите Как важно Когда с тобой рядом Близкий Хороший человек Начинаю работать Звукорежиссером И все ведущие Радиостанции Этой Очень известные Говорят Это не специалист Он нам не нужен Зачем он к нам пришел То есть я бросил Хорошее место Пришел начинать Все с нуля Я там не нужен Прихожу домой Расстроенных чувств И моя супруга говорит Ну ведь я вижу Что ты хочешь Этим заниматься Ну давай Потерпим И без зарплаты Ну потерпи Что-нибудь придумай Ну я начал таксовать Параллель Это были 90-е годы И Начал продолжать Работать на радио Несмотря ни на что Вспомнил Что я все-таки Студент бывший УАИ Взял Открыл Тогда интернета Практически не было Но открыл Таки какую-то Я там страницу И обнаружил Вот эти современные Технологии В области рекламы Оттуда все взял Перенес в нашу Радиостанцию И сразу же Пошли заказы Сразу начали Раскупать Мою рекламу И я утвердился Там как главный Звукорежиссер А потом слышу Эфиры идут Ну так интересно Ведущие Говорят Эти микрофозы Какие-то встречи Интересные И он напросился К одному ведущему Говорю Возьми меня в эфир Посидеть просто Да конечно Сажусь И я аккуратненько Вхожу в эфир И начинает Тоже участвовать В этом эфире Стас Михайлов Это не певец Это памятник Говорит Слушай Саша Мне очень приятно С тобой вести программу Давай Давай И мы организовали Программу авторскую Которая потом Пролонгировалась На три радиостанции Которая называлась На кухне Настальджи Это такая радиостанция Была Потом кухня Ретро Там я тоже был Чем она занималась Приезжали артисты Известные Практически Все Которые вы знаете Они приезжают И сразу попадают К нам студию Мы начинаем С ними беседы И вон Они подберут Либо гитару Либо мы их записи ставим Мы раскрываем Личность На нашей радиостанции Те кто приехали К нам В наш город Это была Шикарная программа Благодаря этой программе Меня назначили Главным редактором Радиостанции Заметьте Сначала Как я ее выглядел А потом Через сколько Через два года Я стану Главным редактором Радиостанции Крупнейший Поработал Телеведущим Небольшое время Потом Возвращаюсь На радио И Отдаю Радио 20 лет Своей жизни Что такое 20 лет Представляете Все нормально Благодаря Радиостанции Меня знает Город уже И республика И мои песни Проходятся Федеральный эфир На дорожное радио Они до сих пор Там иногда Крутятся Вот Все вроде Сложилось Все отлично Ну что еще Нужно Человеку Вдруг Слышу Объявление На радио Сегодня Можно покататься На самолете И даже Попробовать Поуправлять Им На тот Терилл Мне было Ровно 49 лет 49 лет Прошло Сколько 43 года Когда у меня Зародилась мечта Стать летчиком И я опять Прихожу в аэроклуб Включаю Сергея Негунова Которого тоже Сейчас знает Башкир Он сейчас Президент Федерации ООН России Стоит парень Такой Говорю Сережа Саша Что прекратить Давай Я Залашу Самолет Двухместный Мы Влетаем Я там Вау Он мне Говорит Бери ручку Управлять Я говорю А бери 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 Не стесняйся Я беру Эту ручку Пытаюсь Этим Самолетом Управлять Все вроде Получается Так Все хорошо И после Этого Мы Совершаем Посадку И у меня Внутри Сразу Все Вот Этот момент Подошел Когда я Могу Осуществить Свою мечту В детстве Что я делаю Записываюсь В аэроклуб И начинаю Обучаться Летному делу Летному делу Обучился Получился Детство пилота Начал самостоятельно Летать Сказал Что еще нужно Приезжает Очень большой Человек Валерий Иванович Забава Заслуженный Летчик Советского Союза Тогда Военец И он Мне спрашивает Ты хочешь Стать инструктором Инструктор Это небесный Педавод Понимаете Который Учит Сложнейшая Работа Потом Что я на ваши вопросы Отвечу Я говорю Владимир Иванович Я очень хочу Ответь Мне на вопрос Почему ты хочешь Стать летчиком Инструктором А я возьми Ему и скажи Владимир Иванович Ну нужен же рост Ну что я буду стоять На месте Ну я научился летать Мне вот хочется Вот расти В классе А инструктор Это все-таки Ну уже Другой статус Понимаете Да Он Ты никогда Когда не будешь инструктором Отворачиваться Ты не уходишь Я в ужасе Что я такого сказал Ну постепенно Внутри все перемололось Проходит год Приезжает Владимир Иванович Ну мы с ним здороваемся Все улыбаемся Он мне говорит Ну ты понял Какой ты должен Дать ответ Ты хочешь стать инструктором Я говорю Владимир Иванович Ну нет Потому что вы мне сказали Что эта дорога Для меня закрыта Он А ты мне ответи На вопрос еще Зачем ты хочешь Стать инструктором Я говорю Владимир Иванович Я говорю Помню Момент Когда Я самостоятельно Взлетел Первый полет Это самое великое Счастье в моей жизни Было Я говорю Хочу дарить Вот это состояние Другим людям Будешь инструктором Записывайся в группу И мы начали работать Понимаете Не надо юлить Надо подумать Что тебе сердце Говорит Внутри Душа И тогда Правду сказав Человеку Оказывается Что она Истинная правда И Именно Желание Дать Вам Летную профессию Чтобы вы обрядили Небо Должно быть У инструкторов Знаете Во время обучения Михаил Громов Известный Летчик Советского Союза Он Сказал такую фразу По-моему Он Если я не ошибаюсь Что В обучении Будущего Летчика Заинтересован Только один человек Его инструктор Все остальные Будут вам завидовать Вам говорить Что-то И так далее Но желать Чтобы он Не стал лучше вас Так устроен Человек Понимаете И только Преподаватель Учитель Будет радоваться Вашим успехам Вашим навыкам Умениям И знаниям Я эту мысль Понял И я понял Что надо Отдать Ну понял Что надо Отдать То Чем я владел С этого Началась Моя инструкторская Деятельность И она Продолжается Уже более Пяти лет Ну может быть Продолжится Еще Если здоровье Позволит Я делаю Все Возможность Чтобы сохранить Свой Свой физический уровень Ну Шестьдесят три года Сами понимаете Да Проходить комиссию По первому классу Это Комиссию Которая Проходит Лучки Которая поступает В гражданскую авиацию И летает на Боингах В моем возрасте Уже Это как бы Возможно Но только Происловие Если Мы будем Постоянно Работать Над Своей физикой Это Если вы захотите Вопрос Такой зададите Я вам отвечу Как я Что делаю Для того Чтобы сохранить Форму Не вырастить Животом И не стать Вот такой Трухлей В свои Шестьдесят три года Вот Вот это Моя биография На сегодняшний день Дальше Я вам Просто обозначу Круг вопросов Которые вы можете Задавать Это Альпинизм Которым Я увлекаюсь Это Подводный Прогружение Дайвинг Ну дальше Что Лыжи Прыжки на лыжах Приставим С этими Твинтипами Что еще Такого Можно В этом Я хотя бы Что-то соображаю Я вам Могу рассказать Но Авиация Это понятно Да в общем-то И остальные Сферы деятельности Как бы Знакома Музыка Поэзия Композиторства Как к этому Прийти Вот Как вообще Научиться Владеть Вниманием Людей Самый Главный Показатель Качества Учителя Это Он Сможет Привлечь Своё Внимание К себе Или нет То есть Интереснее Интересно Вам Слушать То что я Говорил Или нет Вот на этом Я закончил Свой короткий Рассказ И теперь Попросы Понял Смотрите Ребята Если говорить О легальных Самолетах Которыми Я могу Управлять Ну По Закону Это 8 типов 8 самолетов Разных Разных Конфигураций Если я сейчас Начну Перечислять Модели Ну Это Во первых Вам Они Неизвестны Но Это Сверх Легкие Воздушные Суда 8 Разных Самолетов Если Говорить О тех Самолетах На которых Я умею Летать До уровня Взлет Посадка То есть Полный Цикл Ну Это Самолет Из Больших Як-12 Як-12 Может Вот Последний Дюйм Будет Смотреть Вот Этот Самолет Вы Убить Если Говорить О незавершенном Цикле То Это Л-29 Реактивный Учебный Истребитель На котором Я Несколько Раз Проходил Тренировочные Полеты В том Числе По Высшему Пилотажу То есть Чтобы Было Понятно Это Реактивный Самолет И Во Время Выполнения Этих Фигур Перегрузка Достигает До 8 Ж 7 8 Ж Ну Это Представьте Вот Если Человек Весит 100 Килограммов То есть 800 Килограммов Садится Ему На плечи Или Его Начинают Отрывать Из Кресла То есть Перегрузка Действует Голова Таз Голова Если Кого-то Интересует Дальнейшие Вопросы Как Человек Переносит Перегрузку Я Вам Об этом Скажу Вот В основном Ну А если Посчитать Так На Скольких Ну Может 15 16 Самолетов Разных Сейчас Скажу Смотрите Я Ни разу Не прыгал С парашютной Вышкой Хотя Такая Возможность Была Я Был В Пионерском Лагере Орленок Может Что-то Слышит Протокол Вот Тогда Он Пионерский Лагерь Назывался Сейчас По-другому Но Орленок Сохранили Молодцы Такая Орленок И тогда Пацанов Водили На эту Вышку И Мне Не досталось Почему-то Очередь Слишком Большая Была Очередь Словно Я Не прыгнул И так Мне было Обидно За это Дело Честное И вот Когда В армии Надо Было Прыгнуть С вертолетами Восемь С этого Началось Свой Первый Прыжок Я Помню Прекрасно А потом Когда Я начал Обучаться Влетному Делу Там Уже Инструктор Говорит Ну как же Ты так Лёшчика Не умеешь Прыгать И я Начал Прыгать Сан-Старова На обыкновенном Неуправляемом Парашюте Но в детстве У меня Была мечта Побывать На Северном Честно Была мечта Я Прочитал Клип Каверинс Два Капитана Вот Эта Северная Тема Так Захватилась И тогда Я Подошел А я Слышал Что На Северный Полюс Десантируется Команда Называется Этот лагерь Который Не строят На льдине Борнео И они Там Строятся Влетно-посадочную Полосу Для того Чтобы Со Шпицберген С Норвегии Самолеты Привозили Со всего Мира И туристов И ученых На эту Ледовую Базу Которая Дрекует На Северную Полюс Вот эта Льдина И вот Они Выполняют Эту Сложную Работу Что Ты Мне Подсказал Что Надо Бо Парашютным Спортом Заняться Я Поехал В Мензелинск Татарию И Прошел Курсы А. Ф. А. 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 То есть Обучение Слободного Серьезный Случай Попал Я В Беспорядочное Падение В Штопор Меня Инструктор Спас Тогда Выручил Запомнил Этот момент Я Приземлился Ноги Дрожат Думаю Все Наверное Парашютный Спорт Не Для Меня Подхожу К своему Инструктору Который Ногой Не Пришив В 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 Надо Перепрыгнуть Этот Прыжок Он Тебе Не Удался У Мен Такие Глаза Думаю Сейчас Меня Побьет От Того Что Я Сделал В 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 Тебе Перепрыгнуть Я Перепрыгнул Этот Уровень Все Это Дело Исправил Стал Прыгать И На 46 Прыжке Я Услышал Оказывается У нас В Есть Люди Которые Прыгали На Северный Полюс Игорь Черепанов Игорь Белов Которые Работали В РПСБ Региональных Поисково-спасательных Бас И Я Обратился К нему А Это Был Мой Хороший Можешь Меня Порекомендовать И он Порекомендовал Меня И моего Друга Алексея Жавровка Тоже Авиатор Разведчик И мы Туда Поехали Ну Не для Камеры Не сказали Каким опытом Профессиональному Благодарим Потому что За нами Поручился Игорь Михайлович Черепанов И Через Месяц Изнурительные Работы Мы С Мурманска Вылетели В район Северного Полюса И Подобрали Там Льдину Которую Заранее Подобрали Авиаторы Другие Вертолеты Не 8 Они Перелетали С одной Льдиной На другую Пока У них Хватало Топлива Им Сбрасывали Это топливо Сверху С Мурманска Выходил Словер И вот На эту Льдину Мы Десантировались Это Отдельная Тема Если Вопрос Будет Я Расскажу Сложности Прыжка На Северный Полюс Вот И С тех пор Я занимаюсь Парашютным Спортом У меня Уже Около 200 Прыжков Некогда Прыгать Не из-за Того Что Я Этого Не хочу Ну Просто Некогда И в Башкирии Сейчас Мало Мест Где Можно Прыгать Наш Парашютный Центр К сожалению Сейчас Пока Не функционирует А До Других Мензеринские Ближайшие Закрыты Поэтому Я прыгаю Со Спасателями И Это Происходит К сожалению Редко Сейчас Но Продолжаю Прыгать И Не собираюсь Это Дело Бросать Конечно Это у Любого Человека Есть Я уверен Если Говорить О Прозе То Три Товарища Ремарка Советую Прочитать Мои Самые Любые Если Говорить О Поэзии Для Меня Такой Раздрай Я могу Называть Очень Большое Количество Но Из Основных Это Владимир Семенович Высоцкий Это Борис Пастернак Это Сергей Семенович Александр Семенович Пушкин Вот Я бы Отметил Евгения Евтушенко Из Современных Тех Кто Недавно К сожалению Ушли Из Жизни Могу Вам Что-нибудь Прочитать Может Появится У вас Любовь К этому Многому Пожалуйста А вот Хороший Вопрос Коротко Отвечем С пониманием Вообще Выбор В жизни Человека С которым Пойдешь По жизни Это Очень Важно Самый Главный Секрет Любви Двух Людей Которые Соединяют Свою Серьез Это Не Менять Стараться Не Менять Друг Друг Вот Вы Которые Сейчас Вас Это Вас Невозможно Изменить Вы Все Рано Вы Только Можете Поддаться На Какие То Вещи И Умение Балансировать Находить Баланс Не Менять Друг Друг Меня Моя Супруга Не Менял Что Ты Зачем Тебе Спарашютный Спорт Мы В Это Время Пока Ты Прыгаешь Переживаем Думаем Ты О Нас Думаешь И Вот Так Можно Было Таким Давлением И Я Действительно Может Был Сказал Да Ладно Действительно Чего Я Буду Мучить Свою Сиди Они Понимали Что Мне Это Нужно Что Мне Это Нравится И Это Помогает Мне Достичь Главной С пониманием Относились Вот Те Люди Которые Это Знаете Как Охотника Не Отпусти Его Сезон На Охот Или Рыбака Он Весь Год Потом Будет Вредить Достаточно Один Раз Дать Ему Пойти С Ружьем Поохотиться С Удочкой Посидеть Не Надо Своих Ближних Наступать Им На Грудь Давить Понимаете Тем Более Что Если Он Не Делать Ничего Плохого Правильно Потому что Плохо Для Нас Нам Приходится Немного Потерпеть Хотелки Своей Половинки Но Если Это Обоюдно Делается У меня Жена Сказала Я Хочу Отдыхать Сегодня В Индии Я Все Жду Мы Будем Отдыхать Потому Что Это Должно Быть Обоюдно Вот Это Самый Главный Понимать Друг Друга И И И Что Не Менять Друг Друг Идти На Взаимные Ступы Я Глава Утром Я Из Авликанова Вы Говорили Про Дайвинг Как Вы Решили Погружаться В Воду И Какая У Вась Была Максимальная Глубина Понял Спасибо Максимальная Глубина Была 26 Метров Это Было В Средиземном Море Погружение Я Не Профессиональный Я Образование По Дайвингу В школе Деса Тогда Это Называлось Подводный Плавик И Начал Погружаться С аппаратом АВМ В наших Озер Там Глубины Небольшие 5-10 Метров Но Вода Прозрачная Я Слыхует Кандеркует Потом Захотелось На море Поехал На Красное Море И Начал Погружаться В Красное Море Представляете Красное Море Самое Чудесное Для Дайвинга Море И Постепенно Постепенно Каждое Мое Путешествие Обязательно Завершалось Погружением Опыта Большого Погружения Не имею Но Год Два Раза Минимум Я Погружаюсь И знаю Технику Безопасности Погружения И прочее И прочее Поэтому Кстати говоря Была ситуация Когда Немного Нарушаешь Вот эти Правила Которые Написаны К сожалению Даже Жертвами Людей Попадаешь В подобные Ситуации Ну вот у меня Была такая ситуация Если будет отдельный вопрос Как преодолевать страх Я вам расскажу Своего личного опыта Но Самое главное Надо сохранить Лунокровие Чтобы Голова Правильно Соображала И Некогда было бояться А Надо было Работать Просто работать Чтобы эту ситуацию Как-то исправить Тимофей Да Хотел бы вас Спросить Рассказать Останавливающих Фольных Друзей И может быть Лучше Вроде Ситуации Говорят Много Друзей Это уже Как бы Не совсем Друзья У меня Очень много В общем Смысле Друзей Но Есть Я как Понял Есть люди Которые Для меня Я являюсь Самым Главным Самый Главный Друг У меня К сожалению Не в России Живет В Германии Это Друг детства Я вам Честно скажу В основном Самый Главный Друг Всегда Детство Приобретается Когда мы Вместе Играем У нас Общие Интересы Но Есть По жизни Другие Друзья Которых Приобретаешь Студенчество По жизни И так Дальше Качество Моих Друзей Самое Главное Большое Количество Только Одно С моей Стороны Я Не загружаю Их Мелочами Это как Хорошего Врача Его надо Беречь Мелочами Не муч Когда Настоящая Дружба Возникает Между Людьми Когда Ты уже Не можешь У тебя Безвыходные Ситуации И тогда У тебя Есть Запасной Парашют Твой Друг Вот Нельзя Пользоваться Людьми Быть Бампирами Ну Брать По любому Поводу С них Ничего Не отдавая Самому Дружбу Надо ценить Да Надо Приходить Когда К человеку На помощь В жизненных Ситуациях Такое Бывает Когда Эта помощь Необходила Если Помощь Такая Не требуется Надо Наоборот Дать Возможность Человеку Самому Решить Эту Проблему Для того Чтобы Он Сам Закалился Это Для Его В Пользе Сам Вышел С этой Ситуации Я Не говорю Про Крайние Ситуации Поэтому И вы На себя Не рассчитывайте Что вы Чуть что Не обижаетесь На своих друзей Вот он Не помог Вот он Мне там Это не сделал Вот это А ты Сам мог Это сделать Подумай Если мог Тогда Зачем ты Обижаешься На друга Тебе дали Возможность Самому Преодолеть Это препятствие И воспитать себя Вот так Относитесь Дружбе Не используйте Не будьте Теба первыми По жизни Ради Бога Умоляю Самое Страшное Вот каждый Из вас Наверное Уже встречался С такими людьми Которые Вынуждены Не терпеть Они с вас Что-то Какую-то Энергию Забирают Не допускайте К себе Таких людей Все Это Какая-то Стена Должна быть Между ними Вы можете Общаться Но Вы эту стену Установите Пожалуйста Для себя Не позволяйте Истощать вас Вытягивать Из вас Эти жир Вот такой Салют Слушаю вас Английский Язык В авиации Насколько он Вы летаете На Забежных Самолетах На цеснах Тех же Там все Подписи На английском Какие у вас были Сложности Возможно При обучении Я Ангелс Все Что написано В компьютере На разговорном Уровне К сожалению Я не так много Общался С иностранцами Я Говорю Плохо Я бы сказал Для себя Если честно Могу Как-то Объясниться Но вот так Чтобы бегло Говорить С людьми И понимать Их Быструю Речь Нет Для этого Нужна практика И я Честно говоря Немного Компенсую По этому Как же так Я бы Это дело Не уснул В авиации Вот теперь Отвечая на вопрос Там сжатая форма Английского языка Там есть Своя терминология Которая Надо просто Звучить Там Особой Сложности Не составлять То есть Все Ребята Которые Летают Международные Рейсы Где требуется Знание этих языков Они используют Авиационную терминологию Сдают специальные Тесты Проходят уровни Но для меня Для моей работы Это Необходимости Такой не было Я не работаю С иностранными Гражданами И не совершаю Никаких Коммерческих Перелетов Я не вожу Людей Я их учу И мне это Просто не требуется Раз задача не стоит Вот и результат Я не знаю Долгом английского Извинить Вот так Меня зовут Саша Ясозерска Выгодали Пенесы внутри Ворово Забирались Восходим Ну Хотя Правильно Забираюсь Иногда Ползешь Даже Силы Женет Ребят Ну Два раза Эльбрус Один раз Удачнее Второй До высоты 5200 метров Первый Потом Непогода Нас вернула А второй Нормальный Западный Вершин 5640 метров Дальше Вандах 4500 метров В районе Салкантая Перу Вот там Я месяц путешествовал И мы восходили Небольшое восхождение Далее Значит Здесь У нас Северный Центральный Кавказ Вершины Сейчас скажу Будет Восьмое Восхождение На Пике Мустая Карима Кишокова Кайсына Кулиева Высота Некоторых До 4000 метров Доходит Вот Я не хочу сказать Что я Профессиональный Эльбрус Потому что Знаете Когда Хобби Переходит в работу Это уже Хобби Вы теряете Я пытаюсь Сохранить Эльбрус Как хобби И даже Вожу группу Но я не вожу Группу На Эльбрус Где Один раз Сводил И то с гидами Местными Вот Вообще Восхождение В горы Ребята К ним нельзя Относиться Легко Первое Вы должны Очень хотеть Зайти на горы Вы должны Понять Что Что такое Вершина горы Это То место Куда дальше Уже идти Не надо То есть Вы дошли До самой верхней точки Некуда дальше идти Вот вы встали Стоите Все Что вы ощущаете На вершине Могу сказать Самое Великое Чувство Я Чувствую Эту вселенную Я не Муравей Не песчинка А значу Очень много В этой жизни Я общаюсь Со всеми Родственниками Которые Ушли Из жизни Мы с ними Говорим Это состояние Которое Перерождает Человек Понимаете Катарсис Так называют Состояние Когда перерождение Вы испытываете Вы испытываете Это состояние Ради него Вот теперь Слушайте Вы совершаете Свой внутренний Подвиг Подниматься На серьезные Вершины Тяжелейшая Работа Это Изнурительный Путь Но победа Если она Так сказать Может быть Легкой А может быть Достойной Легкий Побед Легкий Побед Вы не будете Ощущать Победу Какую-то Внутреннюю Вот самим Собой Я не знаю Поэтому Выносливость Требуется Физическая Подготовка И самое Главное Желание Зайти На вершину И Еще Над этим Главным Стоит Любовь К Горам Просто Горам Приедете В город Посмотрите На эти Остроконечные Белые Вершины И вы Станете Заболеете Болезнью От которой Не сможете Излечиться Поэтому Кто побывает В горах То Вы должны И еще Вы должны Понимать Что вы Никогда Не покорите Стихию Никогда Единственное Что может Стихия Позволить Вам Это Дать Возможность Полюбоваться Гора Может Дать Возможность Вам Зайти На вершину Вот За это Надо Уважать И не Говорить Что я Покорил Поставил Ногу На грудь Вот Я На вершине Как только Вы это Скажете Вы совершите С моей точки зрения Большой С моей Точкой Может Кто-то Из Альпинистов Так Не Думает Нельзя Потому Что Вы Видите Что Такое Стихия Океан Воздушный Океан Он Мгновенно Может Нас Но Не Надо Так Думать Но Надо Уважать Стихию Любую Стихию Вот Такое Пожелание Со мной Бывая Бывала Такая Система Но Она Позволила Мне Распутать Систему Еще До Определенной Высоты Если Основной Купол Не Раскрывается Потом Его Надо А Подушечка Справа Подушка Красная Хоп Движение Вниз И Этот Купол Который Плох Раскрылся Или Крутит Тебя Строп Как он Сказал Начинает Путаться Свинчиваться Вот Он Уходит От тебя Ты Опять Проваливаешься И Выдергиваешь Кольцо Запасного Парашюта Он Как правило Срабатывает Очень Быстро И Надежно Поэтому Я Видел Сам Что Бывали Такие Случаи Редко Но Бывали Когда Парашютист Отцепляет Основной Купол А потом Выпускает Запасной Парашют Со мной Было Но Я Ни разу Не Цеплял Основной Купол Парашюта Чтоб Привести В действие Запасной Как-то С этой Ситуацией Справлялся Ну Наверное Не совсем Интересно Вам Это Будет Случиться Но Были Ситуации Когда Парашют В спорте Была Опасность Но Самое Главное В этот Момент Что Быть Хладноком Не Испытать Панического Страха Здравствуйте Вика Из Челябинска Вы говорили Что Ваши Песни Продукт На Радио С Какого Места Начали Писать Песни Первой Песни Я написал Где-то Наверное Когда Мне Было 17 Лет Вот Ну Она Даже Попала На Телевидение На Нашем Местном Я Написал Ее Посвященный День Победы Память Называется Вот Я Помню И Раз Она Попала На Телевидение Я Вдруг Подумал А почему Где-нибудь Продолжить Попробовать Кто-то Оценил Кому-то Это Нравится И С тех Пор Начал Писать Шуточные Студенческие Стишки Для Ребят На Посиделках Всем Начал Нравиться Ну А Тем Более Исполнять Под Гитару И Так Дальше Гитара В моей Жизни Очень Много И Сыграло Она Позволила Мне Познакомиться С Таким Количеством Интересных Людей Вы Даже Не Представляете Но Допустим Олег Павлович Табаков Знаете Такое Помните Шевенберг С Миньи Весны И Многие Многие И Олег Павлович Приехал В Уфо Спектакль И Ему Нужно Было Что-то Там Встретиться С кем-нибудь Из местных Аторгов И Продюсер Его Который Принес Он Говорит Есть Александр Лудников Ну Давай Приглашай Ресторан Послушай Приглашай Меня Высадимся И Я Сыграл Несколько Песен Высоцкого А он Друг Высоцкого Они Хорошо Дружили Он О Володя Так Пел Ты Так Пели Эти Песни Уже Вместе И В завершении Я Спел Несколько Своих Песен И Он Говорит Мне Слушай А если Я Тебе Попрошу Для Моего Спектакля Написать Песню Я Говорю Для Меня Честь Если Не Так Слезать И Мы С этим И Расстались У У У У У У У Через Несколько Говоря о чему Я Случай Таких Людей Очень Много В моей Жизни Было Жизнь Артиста Но Она Везде В каких Только Городах Не Помываешь С кем Из Музыкантов С Некоторыми Музыкантами Которые Вы Даже Знаете Я Не Просто Общаюсь Мы Дружим Евгений Театров Он Иногда На своих Концертов Исполняет Мои Фрозу Читает Рассказ Час Докар И Вот Эти Направления Появляются Увлечения Жизни Живите Не Серой Жизнь Знаете Какая Самая Противная Оценка В том Ставишь Оценки 4 5 3 2 Наш Декан Ветеран Войны Сказал Я Запомнил Он Сказал Я Люблю Двоечников И Пятерочников Мы Спрашиваем Александр Павлович Почему А он Говорит Потому Что Трой Это Серость Это Знаете Ни Шатка Ни Валка Ни Патка Это Ничто Это Серый Цвет А это Разно Либо Туда Либо Сюда Это Контраст Вот Так Ответил На этот Вопрос Двойки Дедата Но Двойку Можно Получить Но Случайно Случайно А В основном Конечно Надо Стремиться К Средним Оценкам Не Стремитесь Попадайтесь Все Таки Брать Верхние Границы Были Ваши Перелетной Практики Чрезвычайной Ситуации Например Отказ Село Остановки Или Еще В том числе Когда Вы Бород Инженер На Туполе Я Не Был Там Меня Приняли Но Я Уехал С Армии Я Говорил Ну Давайте Я Понял Вопрос Спасибо Очень Часто Я Стараюсь Об этом Не Рассказывать Потому Что Потом Вдруг У Людей К К Какое Звенение Ну Раз Уж Задали Вопрос Скажу Конечно Были У У меня Особых Случаев По Моей Работе Было Много Ну Во Первый Особый Случай Это Уже Когда Курсант Садится Тебе В Кабир Представляете Вот Инструктор Летен Что Он Учит Летать Чтобы Научить Летать Нужно Научить Курсанта Своего Чтобы Он Прочувствовал Свою Ошибку А Он Когда Совершает Ошибки Инструктор Должен Не Просто Еще Что Исправить Ее Показать Что Что Сказать Что Это Неправильно Но И Показать И Не Допускать Сыр То Есть Работа Инструктора Это Постоянный Стресс То Есть Пока Мы Учим Летчиков Будущих Пилотировать Там Происходят Всякие Ситуации Ну Были Ситуации Даже Панического Страха Курсанта Потом Это Все Преодолевалось И Прочее Когда Он Неадекватно Действует Рулями Самолетами У Земли Делает Ошибки Инструктор Вынужден Вытаскивать Самолет Из Этой Ситуации И Так Далее Но Без Этого Нет Работы Инструктора Поймитесь И Вы Не Научитесь Летать Без Ошибок Так Такого Не Будет Что Касается Моих Личных Особых Случай Да У У У У У У У У У Без Шасси Причем Без Одного Шасси Допустим И Посадки С Неправильное Скажем Положением Лыж Когда Обрывается Троса Из-за Перегрузки И Одна Лыжа Уходит Вниз Под 90 Грасс Другая Под 60 Она Разворачивает Самолет Надо ее Удержать А тут Лететь Час Ну Посадку Делаешь На критически Малых Скоростях Вот Подбираешь Какую-то Поверхность Были По поводу Двигателя Некоторые Думают Что двигатель Если на самолет Устал Это все Ребята Ни на одном Самолете Если двигатель Становится Полет Не прекращается Он Начинает Продолжает Лететь Только Вниз Планирует Но он Полностью Управляем Управляя Им Мы можем Средить Посадку Вынуждены Надо Это просто Уметь Делать У нас В инструкторской Работе Мы После каждого Занятия Инструктор Отключает Двигатель И сажает Самолет Без двигателя На Летно-посадочный Косов Для нас Это Привычное Состояние Летать Без управления Бросается Ручка управления Есть только Ручка управления Двигателем И педаль И так Сажать Самолет Без штурвала Почему Мы это Тренируем Это инструкторат Тренируется Для того Чтобы Продемонстрировать Курсанту И сказать Что Нет такого Особого Случа Где нельзя Было Спасить За исключением Если у тебя Ну грубо говоря Взрыв В самолете Либо крыло Отлетит Ну это Уже Такие Крайние Случаи Даже Не берите Теорию Вероятность Вот Этого Не может Быть По определению Это Случается Я не знаю Сто тысяч Случаев Один Может быть Такой вариант И то По вине Может быть Техники Все Вот эти Происшествия По вине Техники Очень мало В основном Что Человеческий фактор Ошибка Пилотирования Для этого Надо быть Просто Профессионалом И Помнить Что Надо Иметь Иногда Мужество Отказаться От Повета Почувствовать Что Метеусловия Начали Не позволять А вы Прогноз Метеусловий Не взлетайте Поберегите Себя И Своих Пассажиров Дальше Еще Есть Вопрос Ну Еще Один Вот Например Такой вопрос Вот Высота Измеряется В виде давления А вот В легкой авиации Там Относительно Чего давления Относительно Море Или Относительно Граду Ну все Наверное Такие Ребят Конечно же Относительно Атмосферного Давления У нас Что Летчик летает У него есть Относительная Абсолютная Высота Есть высота Эшелона В общем Не буду вам Много Расскать Но в чем Принцип Прибор Который Измеряется Высоту В самолете Называется Высотомер Он устроен Амерон Замембранный Прибор Там есть Камера Запаян И она Реагирует На атмосферное Давление Перед взлетом Летчик Вручную Устанавливает Стрелки Восотомера На Ноль Когда Самолет Начинает Избирать Высоту Давление Мы знаем Атмосферное Падает Раз давление Падает Что Внутри Камера Начинает Расширяться И вот Камера Кинематически Связанная Стрелка Восотомера Начинает Показывать Высоту Так вот Когда мы Летаем Рядом С аэродромом Мы выставляем Восотомер На ноль И летаем В районе Аэродрома По этим Показаниям Восотомера Если мы Летим Куда-нибудь Далеко Надо Учитывать Что Рельеф Имеет Что у нас Разный уровень Относительно На море Тогда Мы летаем По приведенным Давлению Которое Нам Подсказывают Диспетчеры Для данной Местности То есть Оно Учитывает Вот эту Неровность Рельефа По Маршруту Вашему Следованию А вот Давление Относительно Уровня Моря Стандартное 760 Миллиметров Выставляется Большими Самолетами Когда Они Переходят Границу Эшелона И для Того Чтобы Они Не столкнулись В воздухе Диспетчерский состав Службы Организации Воздушного Движения Должны Их Развести По интервалу По высоте Боковой Интервал И Продольный Интервал Как они Это делают Они Заставляют Все Самолеты Установить Стрелки Восстомеров Точнее Давление На 760 Миллиметров Тубного Столба То есть Нивелируют Весь Трафик Воздушного Движения Под Обновление И Относительно Него Начинают Устанавливать Эшелоны Которые Позволяют Развести Самолеты В воздухе Поэтому Столкновение В воздухе Невозможно Понятно Первый этап Мы пока Закончили Я Второй Добой Будет Небольшой Небольшой Поэтому Вы Наверное Услышали Инженерную Психологию Инженерную Эстетику Философию И Патриотизм И Любовь Своей Профессии Ну Александр Все Рассказал Из Его Такой Лекции Можно Для себя Почерпнуть Очень И Очень Много Интересного Очень Начиная От того Что Надо Все Высшая Началочница Тут Его Заканчивать А там Дальше Как говорится Ох И Корниенко Говорил И Перед этим Еще Кто Говорил И Александр Борис Говорил Что Надо Не Ошибиться В своей Профессии А уже Сейчас Надо Подумать Кем Быть Кем Стать И Начинать Над этим Работать Корнин Комненко Помните Говорил Космонавстик Начал Заниматься В шесть лет Александр Борисович Говорит Что Он Тоже Где-то С малых лет Начал Думать О Самолете То Есть В этом Отношении Вы Определяетесь Мы Еще По этому Поговорим Спасибо За Первый Тап Спасибо Если Честно Полезно Нет Я Единственное Не Сказал Как Преодолевать Страх Но Ведь Все Равно Все Люди Кстати В авиацию Не Могут Прийти Люди Которые Не Испытывают Страх Если Они Вообще Не Испытывают Страх В авиации Делать Нечего Сразу Хочу Сказать Потому Что Страх Кому Говорят Что Нам Это Обратная связь Оценить Действие Выполнить Чтобы Не Допустить Какого Фатального Исхода Понятно Но Есть Понятие Панический Страх Который Как Раз Нельзя Допускать Во Время Панического Страха Голова Уже Не Холодная Человек Совершает Не Адекватные Действия Поэтому Готовьте Себя Делайте Первые Шаги То Что Было Страшно После Как Вы Жизнь Конечно Заставит И самим Когда-то Этот Шаг Сделать Но Если Вы Допустим Хотите Заниматься Парашютным Спортом Но Это Без Наставника Никак Невозможно Если Вы Хотите Прыгать На Лыжах Тоже Невозможно Вообще Все Что Связано С Травлами Надо Сначала Обучиться Этому Искусству А потом Уже Совершенствовать Вот По поводу Я беру Гитару По поводу Михаила Борисовича Корниенко Хочу сказать Что человек В авиацию Сколько шел В космос То есть 21 год Посвятил Своему Первому полету В космос Но он Наверняка Вам не говорил Одну вещь Перед самым Уже Финишем Когда он Уже должен Был лететь Представляете Идти 20 лет А вдруг Он не проходит Нет комиссии Говорил он Много Пусть он Меня простит И ему Проходит Что-то С почвами Что-то Там кому-то Не понравилось И все Вы можете Представить Самые лучшие Годы жизни Отданы Были И что-то Ему подсказывает Что этого Быть не может Он обращается В альтернативную Какую-то Медицинскую Организацию Какому-то Профессору Тот Анализирует Смотрит Проводит Обследование Говорит У тебя Все нормально Вы представляете Что человек Испытал Потом Его опять Все Восстанавливает И он Летит в космос Почти год на орбите Два Арбитальных Пойдет Вот Через какие Иногда Стрессы Человек должен Готовиться И иметь Проходить Другой Был Упал бы Духом Ну Все Понимаете Вот это Состояние Деприджи Поэтому Вы уж Пожалуйста Этот опыт Михаила Борисовича Почтите Кстати говоря У нас с ним мечта Прыгнуть Со скриптосферы На северный фокус Если когда-нибудь Это произойдет Вы Об этом Обязательно Знаете Мечта Обязательно Должна Думать Ну что Что здесь Поем Значит Ребят Я не знаю Специально никаких Микрофонов Здесь уютно Хорошо Слышно Жене Я вам сейчас Спою песню Сначала Которую я написал Которая Объясняет Почему Нам Вот В этой жизни Никак Не имется Все Мы куда-то Хотим Что-то Для себя Выдумать Такое Что Не дает нам Спокойность Жизни Вот Кстати говоря Алексей Максимович Борьков Написал По-моему Песню О буревизнике Прочитайте Нельзя Жить Спокойной Жизни Ну неинтересно Она тройка Это серость Понимаете Не давайте Серпаку На диване Не валяй Все Жизнь Так Длинна Как казалось Ну давайте Я об этом Песне Зачем Это надо Зачем Мы рискуем То падаем В небо То в небо Стартуем И вновь Продвигаем Морские Глубины И бьем Ледорогом Седые Вершины И на И рожа И рожа Сементируя Нервы Зачем В этих Гонках Нам надо Быть первым Секундами Жизнь Измерять Негоданы Не ветры Не пьяными Быть А ветрами Зачем Прямо Безда Мы смотрим По часу Ведь Безда Сама Взгляд Бросает На Нас Мы Верим Приметы Но Им Не внимаем И Перед Безумцами Шляпы Снимаем Зачем Эту Жизнь Тащим Без Остановки В горах Доверяясь Крюками Веревки И В мертвой Петле Видим Жизнь Начало Всегда Ожидая Девятого Вала Зачем Ну Зачем А Вот Зачем Огни И Мириад Рождаются Где-то Века Пролетают Стареют Планеты А Нас Как И Прежде Манит Бригантина И Северный Полюс Трепующей Льдиной Как Солнце Восход Бесконечен И Нужен За Нами Другие Пойдут Сной И Стужу Зачем Это Надо Никто Не Ответит Да Мы Просто Такие Мы Взрослые Дети Мы Взрослые Дети Мы Взрослые Дети Ну Это одна из моих песен Сегодня Большой концерт Не буду делать Но вы В интернете Наберите Александр Залунник Там О Всего И Песня Я вот сейчас Еще одну свою Таня споет Песню Она Называется А посвящена Сергею Павловичу Королю И Юрию Алексеевичу Королю По-моему Как раз Нужная Песня И Она Исполнилась Звездном Городке В Москве Благодаря Михаилу Корниенко Который Не Равнодушен Вообще К Космической Теме Понятно По таким Причинам Песня Называется Время Первых Ну По аналогии С фильмом Время Первых Смотреть И По аналогии С одноименной Книгой Алексея Архиповича Леонова Бринкер Советую Прочитать По этой книге Создан фильм Я считаю Это великолепный Один из лучших Фильмов И вот После просмотра Этого фильма Я написал Эту письмо Звездочка Звездочка От мироздания Пролетела 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 В нужный Срок Загадать Успел Желанья Под Смоленском Паренек В сареве Огни Вечерних Видел Своё Крыло Наступило Время Первых Время Выбрало Его Наш во всём И всем Понятный Сделал Шаг Во все Века Ключ На старт И счёт Обратный Отсчитала Вся Страна Он Сказал Одно И слово Подгородки Взмах Руки И С ладони Госмодром Оторвался От земли И Оно Конечно Важно Сохранить Святую Нить Звёзный Путь Сердеца Отважных Не Забудь Не Позабыть Время Первых Не Забудем В глубине Любых Веков Там Живёт Гагарин Юрий Там Живёт Наш Королёв Там Живёт Гагарин Юрий Там Живёт Наш Сергей Павлович Королёв АПЛОДИСМЕНТОР Ну, теперь Мои любимые авторы Мои любимые авторы Один из них Очень хорошо мне знакомый Встречаемся на фестивалях иногда Это Андрей Козловский И он написал песню Называется песня Акула Значит Вдумайтесь в слова этой песни Я вообще люблю философскую тему И вообще По многим вопросам жизни Надо приходить к философству Понимаете Надо как-то пытаться мелочи От себя Ребят Пугайтесь мелочи Помните, что главное в жизни Потому что Иногда Когда делаешь штабку на мелочи И главное Не то, что взывается Уходит на второй план Вот песня об этом Если я буду жить еще Значит Я буду жить в воде Если я буду жить в воде Стану акулой И может тогда Хоть иногда Кто-нибудь Подумает Обо мне Медленно плыть В чистой воде Медленно жить В чистой воде Тех, кто на суше И кто в глубине Помните Помните Обо мне Доль Астралийских берегов Прямо Над кромкою воды Скольжит Мой серебряный плавник Будь остороже Замечив его Без вечность Оставь В материку Задумайся Обо мне Медленно плыть В чистой воде Медленно жить В чистой воде Тех, кто на суше И кто в глубине Помните Медленно плыть Обо мне Пару веселых песен Чтобы на мажоре Завершить Такое, кажется, Поступление То есть В свое время Был кинофильм Санкт-производитель Точка-точка Запятая И там Юрий Ким Написал Для этого фильма Песню Называется Хулиган Про детей Детского Ну ее не выпусили Сначала забальковали И потом Каким-то образом Чудесным Она все-таки Была спета Но не в полном варианте А я ее исполнил В полном Когда поют Для именно детей Очень нравится Причем Они смысл не понимают Но очень нравится А вы-то все поймете Итак Песня Хулиган А я маленькая детка Это сорок И ни в чем не виновата Кто так скажет Позапрошлый понедель В 7.15 Я покинул детский сад Через окно Я по скверику Гуляю Днем и ночью Папиросы не курю Когда-то приму Я цветочки Собираю Где-то не надо Тетя Дуси Продаю За 3 рубля Отдай За 3 рубля Я всем Домам помогаю Есть котлеты Вместе ходим Мы в кино Раз в году А меня папа Позже любит Грать за ухо Мама любит Больше всех Комбасу Вот такая песня Людям диво Советую вам Найдите в интернете Обращайтесь К классике В 60-х 70-х Вот эта бардовская Афтарская музыка Песня Она классическая Она останется Актуальная на всю жизнь Поэтому Ну и в завершение В завершение Думаю Что же вам Спит Ну и Владимир Стивенович Высок Да Значит Очень много песен Я даю Двухчасовые с лишним Концерты Ежегодно 25 января Ну и Песен Которые мне очень нравятся Про песни Про горы Который написал Песня о друге Вопрос был Про друзей Да Давайте Свистеть умеете Все Потому что я вчера Три часа говорил Дело и нашел У нас в первом шуме И решился голос Поэтому я сегодня Не в голосе Вы же извините Итак Смотрите Какая песня Свистеть Кто это умеет так красиво свистеть Молодцы 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 Будете помогать мне ладно? Все уже хватит Если друг Если друг оказался друг И не друг и не враг А так Если сразу не разберешь Мог он или хорош Парня в горы тяни Рискни Не бросай одного Его Пусть он в связке В одной С тобой Там поймешь Кто такой Молодцы Если парень Город Не ад Если сразу Раскись И вниз Шаг ступил На ледни Песни Оступился И в крик Значит Рядом С тобой Чужой Ты его Не брони Гони Вверх Таких Не беру Иду А таких Не поет Если он Не сколил Не нырю Пусть он Хмур Мыл и зал Нашел А когда Ты упал Сосрал Он Стонал Но держал Если Шел Он С тобой Как Бой На вершине Стоял Хмельной Значит Как На себя Самого Положить На него Мне хотелось бы Чтобы наша Встреча Вам Запомнилась И Заметьте Самое Главное Качество Человека Как я Вам сказал Быть Самим Самым Не надо Выеживаться В каких Ситуациях Вот какой Ты Есть Выходи Тебя такими родителями Вы произвели Пожалуйста Соответствуй Тому Что в тебя Было заложено С детства Не надо Прятать Все это Дело Глубоко Внутрь И не надо Что Предавать Свою Луч С вами был Я Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ